Школьники. Школьники, школьники, школьники. Важнейший пласт интернет-аудитории. Те, кто вас заебали, а если не заебали, то, скорее всего, вы сам школьник. Но еще очень часто бывает, например, со мной вот именно так было, что когда я был школьником, я думал, что я-то не школьник, потому что школьник это вот состояние души. Это не просто возраст. Собственно, здрасте, вы на канале Сейна. И сегодня я расскажу вам, почему школьники это новая валюта. Есть очень крутой канал, называется Федор Тимофеев. Там парень делает супер клевые ролики. И один из них, это ролик про 80-е. А конкретно про то, почему они никак не закончатся. Почему вот отсылки вот к этой культуре, они продолжают появляться вот уже почти 40 лет. Итоговая мысль там такая, что тогда культура была общей. Каждый мог сказать Делориан, и каждый второй мог понять каждого первого. Сейчас так нельзя. Сейчас информация разделяется на тысячи индивидуальных потоков. Алгоритмы о медиатеке, Apple Music, YouTube, будь они неладны. Все они предлагают вам новое на основе того, что вы смотрели раньше. И условному фанату Кати Клэп никогда не покажут политические новости. Однако до сих пор есть пласт аудитории, который сохраняет массовость. Это дети. Современный маркетинг выжимает из наивных молодых мозгов даже больше, чем вы можете себе представить. Например, новые Мстители. В них есть очень много персонажей, которые появляются буквально на пару минут в фильме, но зато у них новые костюмы. Потому что даже это пятиминутное появление дает возможность продать партию огромного количества новых игрушек Капитана Америки или там Черной Вдовы. Хотя кто покупает игрушки Черной Вдовы? Другой пример, одна из главных тем для обсуждения в прошлом году про YouTube, это были детские каналы. Которые, если вы не помните вдруг, состояли просто из набора разных узнаваемых ярких картинок. Такой чистый психодел, но для самых маленьких детей. Это, конечно, не школьники, но тем не менее механизм работы абсолютно тот же. Люди знают простейшие рычаги воздействия, вернее, находят их, и после этого эксплуатируют их просто до невозможности. Да и что там еще доказывать? Квай и ТикТок. Вот, вот она современность. Это ведь эксплуатация таких тупейших человеческих желаний вот на самом совершенном уровне. Кривляние перед зеркалом под любимую музыку теперь не просто кривляние, теперь это контент. Это то, чем люди делятся, смотрят на кривляние других людей. И у них там сложилось свое такое комьюнити вот кривлякеров, которые, очевидно, это комьюнити вырастает и уходит из ТикТока, но при этом приток аудитории все равно невероятный. Многие говорят, что ТикТок это деградация, но с другой стороны, когда видишь там 10-9 летних людей, понимаешь, что никакой деградации нет. Это люди такие должны быть в 9 и в 10 лет. Вообще нужно признать, что подобный поиск подхода к аудитории не всегда приводит к плохому. Например, в свои 12 лет я обожал Need for Speed и Born Out. Мне дико нравилось кастомизировать тачки, делать каждую из них уникальной, а после этого выезжать в город, рассекать по этим проспектам и дорогам. И, конечно же, разбивать тачки. И знаете что? 12-летний я, наверное, умер бы от зависти, если бы узнал про Crossout. Слоган игры Craft, Ride and Destroy. И да, вы все правильно поняли. Вы создаете свои уникальные тачки из огромного ассортимента пушек, ускорений, кузовов, да и всего чего душе угодно, вплоть до гарпуна или огнемета. Хоть целый гараж шедевров соберите. Потом выбирайте из своего гаража тачку по настроению и вылетаете в открытый мир постапокалипсиса. Там вас уже поджидают ваши враги, хейтеры и злопыхатели. И начинается самая вкусная часть. Дестрой. Теперь все то, что вы до этого накрафтили, поможет вам раздать космических люлей и показать, кто тут батя. И самое главное, знаете сколько стоит Crossout? Нисколько. Ноль. Он бесплатный. И последней пулей в голову ваших сомнений станет то, что, переходя по моей ссылке в описании, вы получаете уникальные бонусы, которые помогут вам начать нагибать еще раньше. Так что все, харе тупить, переходите по ссылке в описании и играйте на халяву в то, о чем я когда-то мог только мечтать. Самая привлекательная черта школьников это их необразованность. Им можно продать любые клише и заезженные стереотипы, потому что они все это увидят в первый раз. По аналогии с этим можно привести какие-нибудь индийские фильмы, украинские, российские, адаптации, знаете, именно под свою страну. Такого можно найти очень много. В свое время BadComedian, многие уже не помнят, но BadComedian начинал именно с обзоров, например, индийских пародий на западные фильмы. И подобный подход применим как к тем, кто тырит западные фишки просто кадр в кадр или нота в ноту и при этом называет это адаптацией, так и к тем, кто пытается воскресить и перепродать заново старые образы старых героев и стать, сука, новым Цоем. Как же, блядь, бесит. И этот ролик называется «Школьники. Новая валюта» именно потому, что все уже осознали их ценность. Медиа-корпорации уже скупают свои школьника акции, и пока одни на бирже имеют успех, другие терпят крах. Меняем локацию! То, о чем я говорю, мы сегодня рассмотрим на примере двух блогеров. Один смог совладать своей аудиторией, другой, увы, не смог. И смогший — это Соболев, не смогший — это госпожа Любарская. Я здесь не буду высказывать своего личного отношения. Все, что я буду говорить, основано исключительно просто на их контенте. Оба блогера работают на аудиторию 10-16 лет, и в случае с Соболевым в чем заключается успех? Его ролики, они, начиная от превьюшки, заканчивая вот самыми мелкими деталями монтажа, они сделаны для того, чтобы удерживать вот это вот бегающее детское внимание, потому что ребенку 10-14 лет, интересно все им, и вместе с этим ничего. Его достали в школе, там все нудные, скучные, его предки скучные, и ему хочется что-то веселенького. И Соболев это предлагает от души. В принципе, темы его роликов формируют как бы поисковые запросы. То есть то, что сейчас обсуждаемо, что-нибудь самое яркое, ну знаете, такая желтушная история, и внутри самого ролика, то есть когда школьник уже кликнул на превьюшку, его ждет бесконечная смена кадров. На каждую фразу идут какие-то гэги, которые зачастую вот просто не нужны. То есть если убрать вот все гэги из роликов Соболева, то хронометраж сократится, блядь, в половину, и при этом смысловой нагрузки они не потеряют совершенно. Но они очень сильно потеряют в удержании аудитории. Потому что даже если ты говоришь ни о чем, постоянно сменяемая картинка, какие-то знакомые образы, мемчики, они удерживают школьника в ролике. Любарская же не справляется. И я оставлю ссылку на ролик, который я сейчас буду обсуждать в описании, чтобы вы убедились, что я ничего не вырвал из контекста и сами ознакомились с материалом. Но это нечто невероятное. Ролик называется «Почему старый Ютуб умирает?» и «Раньше было лучше». И Любарская врывается стетисом, что она и есть старый Ютуб, что она вот делала такой позитивный, хороший лайфстайл-контент, а вот не получилось, чертовы алгоритмы, блин. Вопрос, которым я хотела назвать это видео, и возможно, если я не передумала, я так его и назвала. Почему позитивный Ютуб, сладкий Ютуб, приятный Ютуб умирает? Друзья, в этом видео я не собираюсь вам жаловаться или рассказывать полную историю от и до моего грехопадения или падения моего контента или что-то около того. Да, я все прекрасно вижу, и говорить о качестве своего контента я сегодня не собираюсь, потому как буквально несколько месяцев назад я уже успела это заметить и вам даже обозначить в начале этого ролика, что некоторые ролики набирали и больше просмотров, а некоторые ролики показывали такие цифры, после которых даже у сотрудников российского офиса Ютуб возникали вопросы. И она противопоставляет себя, как лайфстайл-блогера, нишевым блогерам, как Саиндук и Бэткомедиан, которых она и приводит в пример. Я в свое время взвалила на свои плечи огромный сегмент лайфстайла. Тут и вино, кино, и домино, что хочешь, в общем. Ютуб же нынче любит конкретику, и нишевые блогеры в этом вопросе преуспели намного-намного больше, потому как удобнее всего что-то небольшое поместить в нужную ячейку. Эта же ошибка, по сути, поглотила многих лайфстайл-блогеров. Снимать обо всем и ни о чем можно было в 2015-2016 годах, когда каждый искал что-то, хоть что-нибудь. Неважно, что это было, главное, чтобы выбора было больше. И говорит о том, что теперь нельзя снимать обо всем и ни о чем одновременно. Теперь вот, мол, бедные блогеры вынуждены выбирать, о чем им снимать видео. Однако лайфстайл-блогеры — это такие же нишевые блогеры. Когда ты снимаешь контент, который заточен исключительно на тебе и интересен исключительно тем, кому интересно ты, тогда ты нишевый блогер, поздравляю! Бэткомедиана, новый ролик Бэткомедиана, его новый обзор, будут смотреть вне зависимости от того, на какой фильм он будет. Потому что люди приходят за обзором Бэткомедиана. К Саиндуку относятся то же самое. Вот если не считать этого формата, где он как-то интерпретирует тексты песен современных, то тогда он делает суперразный контент. К Саиндуку не приходят за чем-то конкретным. К Саиндуку приходят за контентом Саиндука. И дальше она выдает совершенно вообще фантастическую мысль. А потому что сейчас, почему-то мне кажется именно сейчас, возраст от 10 до 14 лет наиболее уязвим и нестабилен. В принципе, вы можете об этом возрасте сказать в любой отрезок времени. Но лично я эту закономерность стала подмечать спустя какое-то время небольшого анализа. Действительно, в этом возрасте хочется всего и сразу, и одновременно вместе с этим не хочется ничего. Ах, метафора. Бесердечная ты сучка. Сейчас аудитория 10-14 стала опасной. То есть вот 3 года назад, блядь, или 10 лет назад, или 20 лет назад, все, блядь, 10-летние были внимательные, сосредоточенные, вот как солдаты в китайской армии стоят, блядь, вот так по струнке эти 10-летки, да? И в школе у них нет никаких проблем у учителей, чтобы их контролировать, да? Это вот только недавно появилось такое вот, что у детей рассеянное внимание. Вау! То есть, понимаете, человек обнаружил, что его смотрят дети от 10 до 14, и внезапно, аааа, так они могут перестать меня смотреть. У них же каждый день сменяются интересы. И Любарская относит к нынешнему времени то, что было всегда. Вот пример дальше. Персонально моя личная ошибка. Я всегда несла за собой что-то светлое, обычное, более-менее настоящее, немного позитивное и чуть-чуть мотивационное. Не опошленное, не уходящее об издевательство или откровеннейший трэш. Сейчас же, да, начиная с середины 2017 года, основной хайп как раз-таки вызывают люди протестующие против чего-то. Против религии, против чужих интересов, против политики банально. В общем, те самые темы, при уколе в которые комментарии начинают кровоточить бурными обсуждениями. И из-за этого вызывают основной приток хайпа. То есть, понимаете, да? Скандальные темы, какие-то вот такие яркие желтые заголовки, они вот только вот с 2017 года осуждение политики, религии и прочего. А то, что Ларин в 2015 году делал то же самое. А то, что это в принципе, блядь, огромная историческая традиция критики религии, политики. Ну, то есть, понимаете, она свою собственную неспособность удержать вот эту гебанутую аудиторию, который, ну, я честно говоря, я могу понять мультипликаторов, но не могу понять вот людей, которые всерьез делают вот контент для от 10 до 14 лет. Это, по-моему, до ужаса неблагодарное дело вообще. И тогда возникает вопрос, если все, что говорит Любарская про собственные причины потери популярности ее канала неверно, то в чем же действительные причины? А в том, что сейчас ее речь вы смотрели на скорости 1.75. Понимаете? Вот так она разговаривает. Вот вам фрагмент ее речи, вот без ускорения. Друзья, в этом видео я не собираюсь вам жаловаться или рассказывать полную историю от и до моего грехопадения или падения моего контента или что-то около того. И у нее миллион подписчиков, понимаете? И тот кадр, который вы видели до этого, это не единственный план в видосе. Вот следующий план. Я надеюсь, я ничего не забыла. Хотя так всегда бывает, когда идешь зачем-то в магазин. Вы это видите, да? Реально? То есть она на этом плане прям уродливая. И это не из-за внешности Любарской, а из-за того, как она камеру поставила. Вот просто сравните два кадра из одного и того же ролика Любарской. Это как тяжелые наркотики до и после. Напомню, вот этот вот кадр поставил человек с миллионом подписчиков. И против регулярных мемчиков Соболева Любарская имеет вставки из супермаркета с аллегориями в духе Например, как имея более миллиона подписчиков, видео могут набирать менее 50 тысяч просмотров. Горьковато, не правда ли? Горько-горчица. Ну, вау! Блядь, я в шоке, конечно. Типа, ну да, мне не с 10 до 14 лет, но мне кажется, увидел бы я в свои 12, это я бы такой, ааа, горько-горчица? Я что, аутист, блядь? Ну, серьезно? Единственное, что действительно правда из ролика Любарской, это то, что сейчас на Ютубе очень важна регулярность выпускаемого контента. То есть мастодонты типа бедкомедийн, или чуваки, которые живут исключительно на донаты своей аудитории, как, например, Ануар, они могут себе позволить выпускать ролики редко, потому что их и так поддерживают. Блогеры же типа меня очень часто жертвуют качеством своего контента ради его регулярности. И со мной такое тоже периодически случается, вы прекрасно помните и ошибки по свету, и ошибки по речи, и 4 минуты черного экрана, блядь, в конце видео, потому что кто-то торопился дохуя. Но у меня небольшая аудитория, это аудитория старше 14 лет, и те, кто смотрят мои ролики, они смотрят их, надеюсь, из-за меня. Так что управлять вниманием школьников, да и просто детей, крайне выгодно, но далеко не так уж просто. Зная это, могу пожелать только удачи Любарской, и, не знаю, там, школу операторскую, там, хоть курсы. И я сейчас не задвигаю левацкий спич про то, что «Аааа, мы вырастим поколение даунов им с самого детства, продают хуйню, и из-за этого они вырастут дебилами». По-моему, все наоборот. По-моему, критическое восприятие чего угодно формирует как хорошие примеры, так и плохие примеры. И мне кажется, плохие в большей степени влияют на молодой мозг или чуть подросший мозг. Как раз-таки заметить то, что ты потребляешь так себешные вещи, это и есть развитие. Потому что после того, как ты это поймешь, ты перейдешь на вещи получше. Вот и все. Примеры подобного вы можете находить как в большом кино, так и в музыкальной индустрии. Вот вам примеры, исходя из российского Ютуба. А теперь нужно вас вернуть обратно. Вернулись. И когда я только начинал на Ютубе, у меня были амбиции захватить и эту аудиторию тоже. Мне вот казалось такой классной мыслью взять каких-нибудь вот чуваков, которые смотрели какую-то херню до этого, и толкать им крутые мысли там про искусство. Вот, ну, знаете, вот то, что на моем канале. Но сейчас я этих амбиций совершенно не имею. Я понимаю, что лучшее, что у меня может быть, это мое крутое комьюнити, которым вы как раз являетесь. Так что, если вы хотите меня поддержать, то переходите по ссылке в описании. Там есть мой патреон, где можно дать мне денег за то, что я делаю, и мне тогда будет приятно. Приходите на мои стримы, в мои инстаграмы, в мои паблики. Становитесь моим сообществом. И вы знаете, где кнопка подписки. А это другие видосы, на них можно нажимать. А если на них нажимать, то тоже мне будет лучше. Вообще, больше меня смотри будет круче. Класс, советую друзьям, бабкам, деткам, всем. Субтитры сделал DimaTorzok